Нанятно, их несколько. Их несколько? Три, как минимум, я вижу. Угу. Так. Как ее будем собирать? Здесь или там? Или всех в отдельности? Ее тонкая копия разбита, да? Или это фантомы? Я думаю, фантомы. Хорошо, ставлю над оригиналом зеленый цвет. Над оригиналом зеленый, копии красные проявляются. Один, два, три. Угу. Две копии красные. И она почти невидимая сама. Больше ничего не вышло из биоробота? Да я биоробота как такового не вижу. Вот эта, которая горит, зеленый маячок. Ее еле видно. Я даю команду. На счет три Светланы выходит из биоробота и становится рядом с ним. Один, два, три. Все чужеродное, находящееся в ее биороботе, все копии становятся рядом с ней. Один, два, три. Если ее душа, частички души находятся не в этом месте, а в других местах, все собирается, притягивается к оригиналу. Камень притянулся. Камень притянулся. Хорошо. Что еще? Значит, у нас сейчас вот из этой почти невидимой, она как прозрачная, оригинал, она вышла. Биоробот остался, две яркие копии и камень. Хорошо, Вера. Защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Светлану с защитной скафандр на время работы. Две ее копии и камень. Берем специальную сетку, уменьшая их. Один, два, три. Вместе с оригиналом и двумя копиями и камнем поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Что-то мешает? На месте? Нет. Хорошо, отлично. Отправляю камень в клетку, тюрьму. Отправляю две голограммы. Это голограммы, Вера? Да. Отправляю их в клетку, тюрьму. Хорошо. Светлана, мы приветствуем Светлану. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Смотри, она доверит, но она как в воде. Вода там еще, да? Она, то есть, становится невидимой из-за воды. Это связано как-то с этим камнем. Хорошо. Я даю команду, значит, вся вода, все, что связано с этим камнем, выходит из всех семи ее тонких тел. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Формируется рядом с ней. Или идет сразу в клетку, отправляя в воду. Там, где камень. Вода ушла, она кашляет начинает. Из нее выходит еще. Включая внутренний. Вода за слезью. Включая внутренний белый свет, Светлане, один, два, три, значит, три. Она выдавливает из всех своих семи тонких тел остатки вот этой воды. Все выходит и летит в камеру, в клетку-тюрьму. Готово. Отлично, Светлана, вы меня слышите? Она говорит, слышу. Благодарю вас, что нашли меня. Не волнуйтесь, все будет сейчас нормально. Я даю команду на еще три. Скенер начинает сканировать пространство над головой Светланы под ногами. Сканирует все семь тонких тел Светланы. Находит все. У меня большой красный дракон, больше никого нет. Он заполонил полностью ее, и он говорит, что она моя. Ты уверен? У меня с ней подписан контракт. Да? Аль, мы сейчас посмотрим, что это за контракт. Когда ты его заключился с ней? Считай цифры над головой дракона. 32,86. Хорошо, если с драконом кто-то связан, выстраивай канал от дракона и притягивай всех остальных ответственных. Один, два, три. Где бы они находились, притягивая в клетку-тюрьму. Дракон снимает со всем адские голограммы. Представит первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Дракон, он как огненный какой-то. Красный. Он что, агрессирует там или что? Нет. Это было бы самоубийство здесь. Нет, он не агрессирует. Хорошо, Даня. Притянулся парень в клетку. Вот. Дракоша, ты мне что-то недорассказал до конца, да? Ты еще не спрашивал меня ни о чем. Ты должен был мне сразу сказать, с кем и через кого у тебя был заключенный контракт. Я тебя спросил. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Ощути. Ты неправильно понимаешь. Выключай печать. Контракт был заключен с ней. Ей было об этом четко сказано. Кем? Мной. Тобой. Дракон, ты, по-моему, не понимаешь вообще реально, куда ты попал. Светлана, я вас спрашиваю. Вы меня слышите, Светлана? Да, она слышит. Вы знаете о каком-то контракте, который вы заключили с красным драконом? Да, она знает. Как я и сказала. Кто сказал? Дракон? В носне дракон. И вы приняли его условия контракта? Она плечами пожимает. Вообще у человека есть какая-то осознанность или какое-то понимание, что она делает вообще? Я не знаю, честно говоря, сейчас. Она запуталась. Хорошо, будем решать этот вопрос. Кто там притянулся еще? Парень. Понятно. Кто ты такой, парень? Имя назови свое. Он такой гнилой. Внутри. Снимается все маски и голограммы. Это он? Да. Ты маг? Ты маги? Слуга дракона. Ты слуга дракона? Ой, дракон. И мне кажется, ты сегодня заслужишь реально клеймо. Я тебе сегодня сдам межгалактическую полицию. Слишком у тебя уже очень активная деятельность началась. Ты слуга. Слугу дракона у тебя. Слуга у тебя есть. Ты что, вообще? Драконов много слуг на земле. Отлично. Уменьшай дракона в два раза. Да будет так, а так и есть. Паразит. Ты бесчинствуешь. И мощнейшим ударом энергии, арго, он получает удар. Неприятно ему. Задыхается он. Убирая энергию. Это тебе предупреждение. Если ты еще раз посмеешь мне не ответить на мои вопросы и об этой связи с этим человеком. Я тебе не верю ни слова. Он правда не понимает. Кто не понимает? Дракон? Дракон. Ну хорошо. Я не буду ему объяснять. Ему пусть ли объясняют. Посмотрим. Разберемся. Сколько ты находился паразит в ее биополе? Со своим обманным контрактом заключенным. Семь лет. Семь лет. Хорошо. Итак, этот парень. Ты отвечаешь или нет? Он не понимает, где он. Имя свое назови. Алан. А настоящее имя назови. Алан. Это мое. Настоящее имя назови. Это мое посвящение. Имя посвящения. Алан. Я на тебя сейчас начну вот здесь, если ты свое имя назовешь. Настоящее. Я знаю это имя. Ставим маячок зеленый-красный. Если врет, зеленый. Если врет, красный. Если нет, зеленый. Какого цвета маячок? Зеленый. Скэнер прошел наш. Мы сделали скэнер. Он не столько дракон. Потому что он выгнал всех остальных. Ну это еще. Будем смотреть, что там выгнал, что он не выгнал. Пусть этот стоит там. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Светланы с проецировки. Энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам. Ответственных за чужеродную негативную патогенную нисковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются. Сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены нисковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Светлане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И выстраивает от этого камня канал к ответственному 1, 2, 3, притягивая его в клетку тюрьмы, где бы он ни находился. Ответственный? Да. Этот парень ответственный. Ах, вот как. Хорошо. Значит, он сегодня проглотит этот камень. Дракон через парня действовал. Понятно. Хорошо, дракон. Я смотрю, ты просто реально пошел на уничтожение человека. И дракон получает 100 тысяч герц удар. Да, будет так, а так и есть. А этому Алану... Это посвящение. Хорошо, Алан. Направляю на тебя печать семи архангелов и мощнейшим ударом сжигай все твои защиты. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Стой, голый. Колдун драный. Опиши, Вера. У него он показывает какой-то высокий магический уровень. Клоун ты, а не магический уровень. Посмотри, где ты находишься, магический уровень. Это все пройдет. Это не пройдет. Это уже реально не пройдет. Ты сегодня такой откат получишь. Я аннулирую все контракты. И этого дракона ты забудешь сегодня. Как и контракты с ним. Все будет аннулировано. А дракон уйдет в межгалактическую полицию. А ты уйдешь доживать свои жалкие дни. Потому что откат будет мощнейшим. Я тебе обещаю. У нас получается два канала к дракону и к Алану. Хорошо. Значит, камень это Алан, да? Камень это Алан. И в нем часть ее души. Вот как. Хорошо, Алан. Отлично. Ты сегодня себе заработал на долгие годы. Хорошо. Эти две копии, которые там стоят, откуда они взялись? Это голограмма или что это? Или там частички ее души есть? Биоматериал ее есть. Чтобы было похоже на нее. Кто устанавливал? Ее будут искать. Вот как. Кто устанавливал? Дракон, да? Я устанавливал этот парень. Угу. Хорошо. Ну все, здесь будет. Он приводит к дракону. Вера, он получил удар печатью. Голый, как ты сказал. Отлично. Хорошо. Ты видишь твою защиту? Алан. Он говорит, что моя защита внутри меня. Да. Твоя защита внутри тебя. Дракообразная. Будем разбираться. Хорошо, Вера. Реверс закончился. Правильно. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Светлана забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили. Все, что у нее изъяли до последней капли. Возвращает Светлана себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Выстраивает два канала к обеим копиям. И отдельный канал к камню. Один, два, три. И возвращая, во-первых, все негативное и патогенное, что пришло от камня этих двух копий, пошло назад. Все, что на ее чистоте находится, возвращается мощным потоком назад. Один, два, три. Да, будет так. От камня пошла душа и ее ДНК. А копии, ее материал вернулся, и они расплылись по полу две. Они на ее энергии держали. Отлично. Алан, колдун, видишь, как твоя магия ни во что превращается. А ты, дракоша, хочешь что-то сказать еще, а? Преступник ты космический. Вот же ж паразит. Редко я таких встречал. Я видел два раза выше тебя уровнем. Общался с ними. Но таких редких подлецов, как ты, я еще не видел. Ждем окончания реверса. У нее повреждены жизненные рецепторы. Да ты что? Она очень долго ждала. Это дракон ей повредил? Или кто? Она подчинялась очень долго ему. Светлана, объясните мне ваше подчинение этому дракону. Я не понимаю сейчас этой ситуации. Вы просили нас о помощи, одновременно вы с этим драконом общаетесь. Как это понимать? Она видит в себе перемены, уже не общается, но повернуть не может. Ей нужна помощь. Меня интересует ее, она добровольно вошла в этот союз или же она обманом была к этому союзу подведена? Она не знает. Многое не договаривалось. Она соглашалась. Была глупая. Грубо говоря, не читала полностью контракт. Хорошо, поехали дальше. Реверс окончился. Так, у нас остался там... Хорошо, я даю команду. На счет три. Все, что еще в биополе находится на частоте красного дракона. В биополе Светланы. На счет три. Выходит и зависает перед ней в воздухе. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Все частички энергии. Все до последнего микрона. Все его энергии, все его подключки. Все выходит до ста процентов. И зависает в воздухе. Мне слизь. Выдавливает всю слизь. Один, два, три. Свет выдавливает слизь. Вся эта слизь выходит и летит в этот шар. Платы есть? Подожди. Слизь это ДНК дракона. Нет плата. Зачем плата, когда есть ДНК? Оно по всему телу у нее. Легкий желудок. Горло. Везде, где есть слизистая оболочка. Это Дракон говорит? Или кто это говорит? Это я говорю. Хорошо. Все выходит в свое тело. Я просто вижу. Показывает, где у нее находится. Все выдавливается до последнего микрона. Итак, Дракон, что ты хотела из нее сделать? Ты хотела ее убить? Что ты хотел сделать, Дракон? Дракона. Дракона на земле. Реально с вашей цивилизацией что-то ненормальное? У Драконов есть своя магия. Он объясняет, чтобы влиять на земле. На разные структуры. На природу. На животных. Людей. Им нужны сильные люди, которые смогут нести в себе ДНК дракона. Но это награда. Именно это они ей говорили. У нее вышел этот шар. Да. Как большой мяч. Отлично. Открывается портал. Под ним галактическая дра. Он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду. Тонкой копии Светланы. На рассинхронизацию. С энергии Красного Дракона. И с этим камнем. У нас, я как понял, копий больше нет. Да, Вера? Копии расплылись, лежат на полу. Отлично. Хорошо. Два пятна. Два пятна. Отлично. Хорошо. Пошла команда на рассинхронизацию до числового значения 100%. Один, два, три. Пошел возврат энергии. Я первый раз вижу такую рассинхронизацию. Ее как разматывает сверху. Готово. Отлично. Хорошо. Она всю выдавила. Я даю команду Скеннеру на контрольную проверку. Один, два, три. Скеннер проводит контрольную проверку. Она чистая. Я бы даже сказала пустая. Но у нее в голове очень много мыслей об этом. Которые будут деструктивно действовать. Хорошо. Насчет три. Все эти деструктивные мысли в ее голове начинают выходить. Включая внутренний белый свет. Один, два, три. Все эти мысли выходят и формируются в шар перед ней. Они темные. Готово. Темные, да? Да. Они деструктивные черные мысли. Открывается под ними портал в галактическое ядро. Один, два, три. Эти мысли уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Подхожу сейчас к Светлане. Кладу руки на плечи и даю удар. Мощный удар импульса. И сжигаю все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Эти канал выходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. На счет три выстраивай канал от Светланы к этому Алану. Один, два, три. И на счет три, возвращая Алану всю эту боль, которую получила за все эти годы Светлана, этот камень, который находится в клетке, переходит в его биополе. Один, два, три. Устанавливается в том же месте, исполняет точно такие же функции. Да, будет так, а так и есть. Этот камень был выброшен в воду, чтобы вода закрывала ее от всех. Пусть теперь его закрывает. Значит, в камне была душа. Да. Часть души. Хорошо. Точно такая же процедура сейчас происходит с Аланом. Один, два, три. Этим камнем. Все, что он сделал, все возвращается. Точно так же, как и он сделал. Эти две копии, которые лежат в клетке. Один, два, три. Они встают и идут к нему, устанавливаются в тех же местах. И на счет три по этому каналу даю мощнейший откат всей боли этому Алану. Один, два, три. Все пошло назад. За одну минуту. Да будет так, а так и есть. Возврат ему в голову очень ударил. Усиливаю потоки в сто раз. Все до последнего микрона в течение минуты. Все назад возвращается. Пусть испытает на себе весь этот страх и всю эту боль, которую он подарил людям. Там каша такая в голове. Даже не знает, с чего начинать. Заполнено теми мыслями. Отлично, все вернулось. Все вернулось? Да. Отлично. Как ты себя чувствуешь, Алан? За голову он держится, говорит, убери это. Нет, нет. Это все устанавливается навсегда в тебе. Это ты уже не снимешь. Тебе уже ни один дракон не поможет. Да будет так, а так и есть. Все эти боли ты будешь испытывать теперь каждый день, как она это испытывала. Пока ты полностью, сто процентов, этой боли не испытаешь на себе. Колдун. Промолчу. Хорошо. Так, каналы. Подхожу. Боль мы отбили назад. Отлично. Даю команду. Значит, три. Этот канал к этому по реверсу отката сжигается. Один, два, три. Открывается портал в галактической ядро. Этот канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Она чистая. Мы все вернули. Давай еще раз перейдем на чистоту магической воздействия. Если таковое есть или было, оно проявляется в ее биополе. В смысле формы идет того, кто в клетке. Отлично. И возвращаем эту мысле форму тому, кто в клетке. На счет три. Один, два, три. В его голове манифестируется. Готово. Отлично. Хорошо. Значит, я тогда сейчас буду разбираться с этим драконом. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Здесь я на связи. Приветствуйте, Ли. У меня какой-то странный такой случай. Дракона с магией. У него слуга на земле. Этот ритуал для него проводит. Посмотри, пожалуйста, эту ситуацию. Я редко встречал таких отморозков. Их раньше было очень много. Потом определенный отдел занялся. И отлавливал их. Осталось меньше. Они работают по всей галактике. Ничего, мы всех отлоим, кто попадется. Это могу сравнить с вашей магией Якудзе. А, ну понятно. Понятно. Все понятно. Хорошее у тебя сравнение. Благодарю. Мне они понятны, да. И тем не менее, наказание, оно всегда последует. Либо заберут. Отлично. Все, дракон. Следующие 70 лет. Верни ему рост. Размер. Хорошо. Возвращай дракону его рост. Один, два, три. Добро пожаловать. Ну, видишь, дракон, как тебе рады. Якудза космическая. Готово. Благодарю. Что меня с этим клоуном делают? Ну что, Алан, как ты себя чувствуешь? Давай поколдуем, а? Тараканы в голове. А, тараканы в голове. Хорошо. И на счет 3 появляется. Мое магическое кольцо. Один, два, три. Открываю его и дую на него. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Стираем ему всю память магическую. Он просит неубираемые инструменты. Все инструменты убираются. Паразит. Готово. В человеческом образе. Ты помнишь, как тебя зовут? Кто ты? А ты? Мужчина. Как тебя зовут? Что ты здесь делаешь? Он смотрит вокруг. Как ты здесь оказался, мужчина? Я, наверное, сплю. Да, ты спишь. Все верно. Почему я голый? Ты голый. Так случилось. Потому что ты колдун, и ты был сегодня наказан. Утром ты проснешься и будешь помнить обо всем. Но ты не будешь помнить, что с тобой случилось. Ты будешь просто знать, что ты получил мощнейший откат за свои деяния. Ты будешь избегать Светлану. Если ты подойдешь к ней ближе, 100 метров, у тебя начинает программа действия, программа активирована. Все понятно? Все. Отлично. Открывается портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И этот мужчина уходит вместе с этим камнем и с откатом назад на свою чистоту. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Каких не люблю. Переходим на чистоту бесплодной подселенцы. Здесь фантом какой-то. И выходит фантом, отправляя в клетку тюрьму. Белый фантом. Снимается все маски и голограммы. Фантом, проявись, кто ты? Это как лицо какое-то. Страх какой-то. Откуда он взялся, фантом? Ставим монитор перед клеткой и посмотри информацию, откуда этот фантом взялся. Установлен был Аланом для ее запугивания. Хорошо. Это было в ее биополе, чтобы она всегда помнила и боялась. Хорошо. Открывается портал начистоту Алан 1, 2, 3. И я его притягиваю в клетку тюрьмы. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Опять сон провалился. Да, все верно. Мы тебе забыли одну вещь отдать. И этот фантом устанавливается в него в то же место, где он стоял у Светланы. Да, будет так, а так есть. Активирую его, работает по той же программе. Открывается портал против часовой стрелки на чистоте этого Аллана. И он уходит вместе с этим фантомом на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Поехали дальше. Переходим на чистоту. Энергии идут, ей идет информация. Значит, у нее внутри есть какая-то бредность, злость. Какой-то собственный негатив, упрямость. Вот это все ей мешает ее развитию и застапливает ее. На негативе ей нужно добавить доброты. И манифест ей очень поможет. Доброта ей нужна. И включая еще канал, Светлана, пусть обратится к нашему администратору. Ольга вышлет ей текст манифеста, который она должна читать. Как изоправляться энергиями и как сбрасывать негатив, выдавливать его из себя в шар и сбрасывать в галактическое ядро. Это все защитит ее. Она должна сама регулировать это. Готово. Хорошо, у меня еще один вопрос. Сделать запрос в энергоинформационном поле, возможно, куратор ответит. Меня интересует, она описывала, что у нее от смены настроения меняется погода. Может, как-то объяснить нам эту ситуацию? Что это такое? Это то, что у нее было в голове, каша, которую вернули. Если она дальше будет слиться негативить, это все опять насобирается в голове. Отлично. Светлана, мы обращаем ваше внимание на эти слова. Вам сейчас ответили абсолютно правильно на счет вашей энергии, от ваших мыслей. Если вы не будете их контролировать, вы будете делать только деструктив вокруг себя. Контролируйте. Вместе энергии, которыми она может заканчиваться. Конечно. Она может заканчиваться этими энергиями, которые мы только что ей показали, как заканчиваться. Она может сбрасывать негатив. Она может интересоваться своей осознанностью, развивать свою, учиться чему-нибудь, но двигаться вперед. С добром обязательно. Ей не хватает добра внутри. Хорошо, Светлана. Если нет места заполненного добра, то на это место придет зло и деструктив. Оно заполнит это место. Заполняйте свою душу добром и любовью. Больше нам здесь добавить нечего. Хорошо. С энергиями мы закачались. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается. Наилучшим образом. Один, два, три. Готово. А значит, по поводу Меркаба. Она принимала за Меркаба синхронизацию с драконом. То, что я говорила, что она разматываться стала, как из простыней, когда синхронизация происходила. Хорошо. Светлана, обратитесь, пожалуйста, тоже к нашему администратору Ольге. Ольга пришлет вам, как выглядит Меркаба. И вы сразу поймете, о чем идет речь. Чувствовать ее надо. Тоже самое Меркаба. Это защита и доброта. Это верно. Любую защиту можно уничтожить изнутри злостью и деструктивными энергиями. Поэтому контролируйте свои мысли и ставьте себе защиты. Например, такую, как Меркаба. У нее есть и другие свойства, кроме защиты. Это поток энергии, который она должна научиться пользоваться, если хочет развиваться дальше. Она должна их прочувствовать, если хочет развиваться дальше. Благодарю за эту информацию. Хорошо, поехали дальше. Пусть тонкая копия Светланы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 560. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии до числового значения 560 Гц. Пошел подъем. Уверенность, которую она потеряла. Уверенность в себе. Сейчас она вернулась. Пусть работает человек над собой. Из ничего ничего не бывает. Надо подняться для того, чтобы куда-то пойти. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Светлана. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Уверена, я обрела мой стержень. Вернула его назад. Держите его, защищайте его и никому не отдавайте больше. Мы сейчас будем вас возвращать назад, ваш биоробот. И сразу приступим к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Светланы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У нее тело такое сжатое и тонкая копия. И говорит, тебе вернулась душа. Прослабься и прими ее. Ты сестра. Отлично. Готово.